Доброго времени суток, уважаемые любители шахматы. Это снова сайт ЧСКОМ и 5 задач. Поехали. Так, у нас не хватает качества. Размен ферзей, конечно, это не то. Что мы должны делать в этой позиции? Поэтому напрашивается ход ферзи 4 с угрозой мата. Так, ферзи 4. Что черный мог сделать? Единственный ход это все-таки G6, да? То есть, ферзь G4, больше ходов нет особо. G6 и что дальше? А дальше ферзь на G4 защищает ладью. И можно сыграть слон B6. То есть, по виду ход ферзь G4 это то, что нам нужно. Есть коня 6, взяли ферзь G4. Но это не то. Попробуем ферзь G4. Так, ну и здесь, наверное, просто слон B6, да? Или же все-таки коня 6, слон B6. Интересно. Уже хода же нет. Ну давайте коня 6. Так, ну и что дальше? Можно пробить, а можно конь F5 еще сыграть. Так, если мы пробьем, то ферзь E5. Опять две фигуры под боем, да? Значит, наверное, конь F5 тогда ходим. Конь F5, король отошел. Убьем. Да, наверное, все-таки конь F5. Нет. А почему нет? Что, слон B6 тогда? Да, немножко не угадал. Ну, ладно, идем дальше. Так, вот это интересная позиция. Здесь уже грозит мат. Вернее, не мат, а постановка ферзя. А мы за черных пытаемся что-то здесь выдумать, да? Что же мы можем здесь выдумать? Может быть, ладья G2 какой-то ход? Хотя ладья G2 это так себе ход. Может быть, ладья B1, король H2, E2, потом B8, ферзь, ладья H1, E1, ферзь. Король H2, ферзь G3, ферзь G2. Ну, в принципе, ладья B1, король H2 это форсировано. Теперь E2, да? Что еще белые могут предъявить? Особо, наверное, ничего не могут. Ладья B1. Вроде просто все. Поставил ферзя, ладья H1. Ну, пробуем. Так. Ну, здесь явно Е2 нужно ходить. Другого хода просто нет. Е2, ну и... Так. Ну, ладья H1. Что еще? Если потерять темп на постановку ферзя, то... Тут уже... Как минимум, белый вечный шаг. Поэтому мы бьем. Вернее, не бьем. Играем ладья H1. Король H1, ставим ферзя. Отходим. Ферзь G3 и мат. Ну, это форсированный мат. Да, ну, простая очень задача. Идем дальше. Ой. Куда отходить? А, кажется, я видел такую позицию уже. Да, что-то я уже припоминаю здесь. Король G3 или король G1. Такая идея уже была. Там еще какое-то взятие на B7, кажется. Ну, давайте король G1 попробуем. Ага. Конь Е6. Это он пытается не дать поставить мат ему, да? То есть, поля D8, F8 взял конем. Здесь на Е8 ферзь. Если я возьму коня, то, наверное, конь C6. И тут идей не будет. А вот ферзь B7 тот ход, который я вспомнил. Да. Идем дальше. Так. Это мы за черных, да? Это мы за черных. Мы пытаемся поставить мат. Так, так, так. Ферзь H5 ход есть. Но что дальше? После Ферзи H5 особо ничего не видно. Владиа G2. Тут как минимум вечный шаг. То есть, ферзь D8 ход сужает очень. Выбор черных. Но, может быть, здесь просто защитная какая-то позиция. То есть, если удастся защититься, то... Материальный перевес может сказаться. То есть, мы сыграем Ферзь H5. Король это шоу. Ферзь H7. Шаг, шаг. Нет, ну, вечный шаг есть. Ферзь H7 не годится. А может быть, Ферзь H8 как-то? Ферзь D8. Король H7. Ферзь Е7. Ферзь G7. Взяли, взяли. Что это за окончание? Ну, тут совсем не ясно. Можно выиграть или нет. Но, Ферзь H8, в принципе, ход как ход. А если Ферзь D8, Король H7? Взяли, взяли. Так, так. Ну, очень непонятно. Очень непонятно. Вроде бы, вечного шага так избежать можно. Можно, конечно, сыграть Ладья B8. То есть, вот сыграли мы Ладья B8. А, идея в чем? В том, чтобы пойти Ферзь H5, Король F4, Ладья F8. Как-то так, да? А потом на F3 пробить. А, может быть, в этом как раз идея. Так, а если он сыграет слон Е7? Если он сыграет слон Е7, то что? Ферзь H5, Король F4. Дальше. Если мы сыграем G5, Король Е3, то Ладья B3. А если Король F5, то Ферзь H7, Слон F6, ну и Ладья F8, да? Ну, Ладья B8 вроде бы как тот, который нужен. Мне так кажется. Надо бы его проверить. Ладья B8. Ну, давайте рискнем немножечко. Нет, не то все-таки. А что же здесь то? Может быть, шаг сначала, а потом Ладья B8. А, это, наверное, точнее, да. Да, видите, поспешил, поспешил, конечно. Поспешишь, людей насмешишь. Ну, ладно. Идем дальше. Ого! Вот это дебютная позиция какая-то. Так, ну что, Слон F7. Хочется пойти Слон F7. Итак, Слон F7, Король F7, Кон Е5, Король Е6 страшно. Если Король G8, и сыграть Ферзь H5. Так. Ну, Ферзь H5, хотя бы Ферзь Е8. И непонятно. На Ферзь F3, кстати, тоже Ферзь Е8. А если Кон Е5? Грозим матом на F7. Убьем на B3. Ферзь H5, G6, да. А если Ферзь F3? Если Ферзь F3, то уже 6 хода нет. Остается Ф6 и Ферзь H5. Тогда G6, Кон G6. Взяли, взяли. Ну, может быть и это, да? Но Слон всем понятно не проходит. Поэтому пробуем Кон Е5. Так. Теперь Ферзь H5, G6. А Ферзь F5. То есть Ферзь F3, а ну-ка. Ага, решено, да? Ну, а если F6, то Ферзь H5, G6. Да, ну ладно. А, это последняя была. Ну, вот такая сегодня тактика. Поспешил, конечно, вот здесь. Да, надо было сначала дать шаг. Ну, а потом уже Ланья Б8. Ну, ладно. Спасибо за внимание.